Если ваш ребенок-школьник сейчас учится дистанционно из дома, а вы сами не можете помочь ему решить задачу по математике, физике или химии, то преподаватели и студенты Таллиннского технического университета готовы прийти на помощь. Для этого создана новая онлайн-среда «Реал Аби», которая поможет ученикам выполнять домашние задания по реальным дисциплинам. У нас в студии участник проекта «Реал Аби», профессор Института морских систем ТТУ Урмас Липс. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Расскажите подробнее про эту систему. Что это за платформа, которая может помочь родителям и ученикам? Это система, что если ученик, но как-то не может обращаться к преподавателю и родителям, у них нет времени помочь, тогда они могут обращаться к Таллиннскому техническому университету, войти в этот сайт и там просто написать, какая проблема, какой класс, какая тема, математика, физика, химия. То есть это и не мобильное приложение, и не сайт, это некая анкета, которую сначала нужно заполнить, правильно? Да. То есть сначала надо как бы объяснить, в чем проблема. И тогда наши добровольные, они просто получат этот имейл, и из них кто-то выберет это и посылает тогда приглашение на консультацию. Ну вот как мы видим в анкете, на выбор дается три предмета, то есть это три предмета, по которым вы можете консультировать. Это математика, физика и химия, да? Да. И седьмым вопросом идет, на каком языке вы желаете получить помощь, на русском или на эстонском? То есть получается и по-русски можно. А анкету надо заполнять вот так вот, анкета только на эстонском языке доступна? Да. Сейчас только на эстонском, но я думаю, что школьники или вместе с родителем они могут это использовать. Но потом уже, когда консультация начинается, если вы отметили там, что на русском языке, тогда человек, который умеет немножко по-русски объяснить вам по математике или физике, с вами будет и консультацию проводить. Ну и что показали первые, так сказать, дни, недели работы? Насколько велик интерес? Интерес появляется в понедельник очень много, тогда в конце недели меньше. И в начале были в основном эстонские ребята, а какое-то время очень много было и на русском языке. И мы даже начали искать больше людей, которые могли бы объяснить эти задачи или какие-то предметы на русском языке. Есть какой-то топ самых популярных вопросов, наиболее часто повторяющиеся вопросы? Мне кажется, что больше всего сейчас на уровне восьмой, девятый класс. То есть те, которые заканчивают вторую школу и в гимназии тоже. Но в гимназии меньше, мне кажется, что в гимназии как-то люди общаются или ребята общаются между сами или как-то они справляются. Но вот этот восьмой, девятый класс, и иногда вот эти запросы тоже вместе с родителями. То есть у меня было, что не просто ребенок, и кто-то из родителей рядом сидит и смотрит, и слушает, как это объяснить. Но для родителей это действительно вызов. И я слышала, что родители жалуются, очень сложно объяснить ребенку предметы, вот эти реальные предметы. Нужно проходить самому школьную программу, которую ты уже давно забыл. А как происходит техническая такая консультация? Связываются с учеником и родителем по скайпу или как это выглядит? У нас связь по Microsoft Teams. То есть мы посылаем это приглашение, и только надо нажать на ссылку, и тогда... Ну, тоже там, что у нас не все время возможности консультации. То есть мы подаем какое-то время, отмечаем, и тогда ученики связываются с нами. Это по видео... Можно видео включить, можно не включить, но лучше всего, чтобы видео, и тогда, чтобы мы могли, ну, есть, как-то меняться с заданиями. И у нас есть возможность тогда, ну, как бы, пойти вместе на доску в интернете, и я могу там писать или рисовать, и тоже эти формулы писать. Ну, это вот одна из популярных сейчас таких средств, где может проходить обучение, вы ее используете. А в чем ваш интерес? Насколько я понимаю, эту работу преподаватели, научные сотрудники и докторанты Таллинского технического университета выполняют совершенно бесплатно. Это такое волонтерство? Да, но это вообще почему-то появилось, потому что мы слышали, что есть дома сейчас такие проблемы, что не все могут помогать. И я хочу сказать, что, конечно, преподаватели — это основное, которые дают образование, но в настоящей ситуации это очень трудно каждому объяснить, объяснить, потому что у всех разные, как бы, проблемы. И иногда это лучше найти какого-то со стороны, который, может быть, по-другому немножко объяснить, и ребенку становится это лучше. А наш интерес просто — это чтобы люди понимали лучше такие точные, естественные науки. И, может быть, кто-то из них так понимает тогда, что это для них. Это софт-пауэр Таллинского технического университета. Я думаю, что это в общем, потому что я думаю, что образование — это основание общества вообще. И если мы можем так помочь, тогда это очень хорошо. А скажем, можно у вас взять серию консультаций, скажем, я с первого раза чего-то не поняла, или есть следующий урок, который тоже мне нужно объяснить, и математика, и физика для меня слишком сложный предмет. Конечно. Если уже такая связь есть, то, что мы обменялись имейлами, тогда обычно это такое, и мы так и попрещаем, что если есть какой-то вопрос, тогда уже может быть не через систему образования, просто послать имейл. И есть такие случаи, которые ученик связывался три или четыре раза, и потом контрольную работу сделал очень хорошо, и я думаю, что это и есть смысл. Фактически вы занимаетесь бесплатным репетиторством? Да, да. Можно так сказать. А эта система продолжит свою работу после того, как чрезвычайное положение закончится? У нас есть план такой, что, конечно, в конце учебного года мы его закроем, но это зависит от результатов. Если это такая платформа, которая очень популярна, и люди чувствуют, что мы можем и в следующем году что-то такое делать, и, может быть, это направить на окончательный экзамен или на какую-то такую тему, или на какое-то время, потому что вы уже понимаете, что это не может все время быть. Но сейчас это помогает, и мы очень рады. Но предмета только три. Физика, химия, математика. Да, сейчас так. Ширить спектр не можете? Ну, это технический университет. Мы начали с этого. Я думаю, что, в принципе, это можно, но надо найти больше тогда добровольных. У нас в гостях сегодня был участник проекта Реал Аби, профессор Института морских систем Таллиннского технического университета Урма-Слипс. Спасибо. Спасибо большое.